всем привет дорогие друзья дамы и господа кто нас там смотрит не знаю вот сегодня я расскажу немножко о массе как же я нажрал свои 92 килограмма при росте метр шестьдесят три сантиметра а очень просто нужно жрать все если я говорю жрать все то прямом смысле этого слова нужно все жрать сладкое несладкое блин печенье хлеб все абсолютно крите потому что мне постоянно пишут люди которые сидят блять на ппм и пытается набрать массу жрут блин вареную куриную грудку одну в день 2 спаржи там кусочек сыра подскажите уже час так же и нормально тогда какого лишь и вообще я я понимаю это так или ты сидишь на массе или ты не сидишь на массе то есть есть два периода подготовки в бодибилдинге это сушка и масса набор все ты либо набираешь вес нормально набираешь вес или сидишь на сушке поэтому третьего не дано так что вам стоит сначала определиться что вам нужно или вам нужен рельеф но как бы в каких-то рамках себя держать или вам нужна нормальная масса на что у вас и шла нужно очень много есть если на нем три тысячи калорий и не три с половиной а минимум четыре тысячи калорий в сутки вот я лично съедаю у меня выходит в среднем 6000 калорий в сутки день это среди бывает и больше сюда вот особенно сейчас когда я начал жрать гораздо чаще вот и съедать я стал гораздо больше калорий и плюс еще я добавляю того же гейнера вот гейнер я съедаю порядком 200 300 грамм в день получается у меня это 800 1200 калорий плюсом идет к тому что я уже съел ну и плюс конечно но это я не считаю что там сладости потому что я сейчас в основном еще ем каши там такое мясо яйца вот ну и плюс еще соответственно конфетки и тортики печенюшки там всякие вот очень много и съедаю слабость у меня такая вот ну а когда естественно походит время к сушке там допустим надо сушиться готовиться к соревнованиям то ну последние три года я уже как бы скажем так не сижу на такой жесткой диете последний раз это нормально сушился это я ездил на молдову нам неплохую форму сделал вот и сидел я на одних тортах и жареные картошки и нормально просушился вот и понял как раз тогда что организму пофигу ешь ты белок не ешь ты белок блин если ты занимаешься и нормально соблюдаешь режим питания то есть не голодаешь там вот хотя можно и голодать потому что мы знаем как готовится тоже спасу кукоцкий который две недели тупо там не жрет ничего и и худеет там это само это экстремальный способ никому не советую его вот не каждый может это выдержать и плюс как бы можно получить проблемы с жкт вот потому что желудок он же сам себя там смокчет обчмокывает и получается повреждается внутренние вот это вот стенки его вот потом и гастрит и язвы и все остальное все что связано с голодовкой так что тут как бы нужно быть очень аккуратным поэтому если еще раз говорю если вы хотите набрать массу нормально питайтесь ни в коем случае не придумайте не выдумайте всякую фигню не слушайте всяких людей которые говорят что вот на массе там у тебя масса должна быть чистое должен питаться нормальными продуктами сколько я раз это слышу и постоянно люди мне пишут разочарованы что вот я там сидел на нормальной диете у меня там пп и я не набираю вес так на пп ты не наберешь вес на пп обычно сушится я знаю очень много людей которые на пп садятся чтобы сушиться причем они калорий кстати не считают еще генетика кстати от генетики зависит потому что я тоже очень много людей знаю которые страдают липодистрофии это не совсем заболевание скажем так это отклонение от нормы это когда у человека очень мало запасов жира в организме то есть ему легко дается сушка он до месяц буквально посидеть на диете и все он уже там сухой как пергамент вот и я таких знаю и вижу их постоянно это просто удивляюсь они жрут так же как и я живут и при этом набирают сухую мышечную массу и не жиреют у них сухущие руки вены вот такие блин видно и просто капец даже немножко знаете завида потому что им реально повезло с генетикой и при этом они вот этим преимуществом кстати пренебрегают вот им бы выступать а они не выступают и как-то для них это норма то есть они все жизнь были такими для них нормально это их дело так что то что я хотел сказать я уже сказал жрите нормальный и чем больше калорий вы сожрете тем лучше это правило одно для всех для женщин для мужчин для подростков для всех всех кто хочет набрать хорошую массу должен обязательно много есть без большого количества калорий дело не будет про фармакологию это уже совсем другой вопрос потому что я знаю людей которые принимают фармакологию вот и они все равно вес не набирают то есть и постоянно думаю что я там принимаю что такое секретное ничего такого секретного нету все как у всех вот и поэтому им стоит задуматься о том что может они просто что-то неправильно делать вот и все поэтому дерзайте ребята всем пока